Всем привет! У нас сегодня недорогой телефон, даже я бы сказал бы очень дешевый, но обладающий своими преимуществами среди других конкурентов. Чем? Это достаточно емкий аккумулятор, в нем есть откуда как бы не возьмись, да и две камеры, которые не являются спецэффектом Bokeh, но есть некое размытие. У него последний Android, две сим-карты и примечательно, что у него хорошая защита стекла. Да, ребята, вот имеет он такие вот параметры. Причем выполнен экран по стандарту 18 на 9, современный такой девайсик и есть сканер отпечатка пальцев, но который и работает, соответственно, на ту цену, по которой стоит сам телефон. А цена его, ребята, 62-65 до 69 долларов, в зависимости от того, когда вы на какую цену попадете. Мы брали его под заказ для мамы наших друзей, за что спасибо Зое и Сергею. И сейчас с вами посмотрим, что входит в комплектацию. Вот так упакован сам телефон. Вы видели, я снял верхнюю такую защиту. Здесь белая упаковка. Я уже снял наклейку, что нужно перед использованием обязательно снять защиту на аккумуляторе, потому что как только вы его будете получать, не будет у нас работать телефон. Вот так выглядит эта защита. Небольшая инструкция. Я впервые, конечно, вижу, чтобы вот так вот упаковывали телефоны. Ну, по-всякому я видел. Какие-то там бортики, коробочки. Видел просто в пенопластом. Один слой, второй, третий. Но здесь тоже по-своему аккуратно. Идет зарядное устройство в комплекте на 5 вольт 1000 миллиампер и шнур зарядный. Все, как всегда, фирменное от Oukitel. А вот сам телефон. Посмотрите, вытягиваешь кусочек поролона, достаточно качественного, плотного. И где же наш телефон? А вот сбоку извлекаем сам телефон. Внутри у нас телефон вместе с силиконовым чехлом. На защитной пленке, которая защищает пленку, у нас следующая информация. Что дисплей у нас с диагональю 5,5 дюймов. Четырехъядерный процессор. Android 7.0. Поддерживает связь 3G. Но 4G, к сожалению, не поддерживает. Но брался он для Украины. А в Украине 4G только набирает обороты. С учетом, что он берется для женщины, которая уже в возрасте. Я думаю, и 3G ей сойдет. 2 гигабайта оперативной памяти. 16 постоянной, из которых приблизительно 10 или 9 свободно. Две камеры. Передняя у нас камера на 5 мегапикселей. Задняя камера на 13. Есть вспышка. И под ней сканер отпечатка пальцев. Две сим-карты и 3000 батарея. Батарею я проверил. Поделюсь дальше тестами. Давайте снимем пленку. Аккуратно. Здесь у нас защитное стекло. Имеется. Сам силиконовый чехол выполнен в таком приятном стиле. Если вот так посмотреть сбоку, то слегка виднеется, что он внутри имеет некую такую полоску, клеточку сделан. Есть отверстия под динамик. Под кнопки у нас нету отверстия. Оно их прижимает под силиконовый чехол. На передней части у нас имеется следующие. Камера, датчик освещения и приближения, небольшой вырез под динамик и вспышка. Вспышка однотонная. Она и не холодная, она и не теплая. Как раз для селфи сойдет. Сам экран выполнен по технологии 2.5D. Пленка, как вы видите, до краев не наклеена. Но экран достаточно сочный, яркий, с хорошим неплохим разрешением. На левом торце у нас ничего нет. На правом торце есть кнопка громкости и кнопка питания. При тряске люфта нет. В верхней части имеется отверстие для наушников 3.5D и зарядное устройство. Ну не нравится мне, когда его делают сверху. Ну вот как ни крути. Потому что, когда вы пользуетесь телефоном, как вы его держите? Ну конечно же вот так. И кабель этот свисает. В нижней части отверстие под микрофон. Интересно, что задняя крышка кажется монолитом. Это пластик. Но хороший пластик, достаточно крепкий. Если эту крышку здесь слегка потянуть, то мы попадаем в потаенные места телефона. Здесь мы видим вход под карту памяти, поддержкой до 64 гигабайт. Здесь одна наносим. И еще микросим сюда вставляется. Ну и конечно все эти модули камеры и датчик все это немножко выпирает. Динамик находится здесь, под сеткой спрятан. Ну и в принципе все. Сам аккумулятор на 3000 мА он съемный. Вся информация находится на обратной стороне. Пломба стояла именно вот здесь. Эта наклеечка собрана хорошо. Пломбы имеются. Звук сейчас и видео, и тесты картинки вы услышите самостоятельно. Крышка является защитным бампером в каком-то смысле. Почему? Потому что от самого края до самого другого края защищает именно эта крышка. То есть если вы ее снимаете, она вот так вот одевается на края. При падении весь удар будет брать на себя. Но интересно, что экран тоже по-своему находится сверху, выпирает. Поэтому если упадет плашмя, будем надеяться на ту защиту, о которой нам говорили производители. Сканер отпечатка пальцев после других телефонов, которыми мы пользуемся, очень медленный. То есть если телефон выключен, я сейчас прикасаюсь к нему. Посмотрите. Очень медленный. Но это он медленный не. А если брать человека, который уже в возрасте и захочет вдруг использовать сканер отпечатка пальцев, или, к примеру, для безопасности проведения платежных систем, то тогда он в самый раз пойдет. А если вы хотите использовать его для разблокировки, дети, конечно, дети быстро привыкают. Они очень быстро, энергичны, и им он будет медленный. Все-таки он отрабатывает свои 65 долларов. Как вы видите, экран очень сочный и яркий. Максимальная яркость. Есть адаптивная регулировка подсветки, в зависимости от внешнего режима освещения. Есть настройка управления жестами по экрану. Можно, например, на выключенном дисплее провести букву S или C, и включается телефон. Также можно настроить сенсорные кнопки, которые, как вы видите, находятся на экране и занимают достаточно большую часть дисплея в нижней части. Можно настроить вот так, чтобы здесь была кнопка возврата, а здесь запуск менеджера. Установлен здесь Android 7.0, разрешение экрана 1280 на 640. Зайдя в AIDU64, мы можем увидеть, что здесь у нас IPS-матрица LCD установлена. Плотность пикселей 320 dpi. Графический процессор Mali 400, что неплохо тянет в средних настройках, даже таких больше к минимуму настройках, например, в Asphalt Extreme. Мощность четырехъядерного процессора максимально до 1300 МГц. Модель процессора Mediatek MT6580. Имеем на борту данного девайса три датчика. Акселерометр, датчик освещения и датчик приближения. Ну и, конечно, есть GPS и Bluetooth. Запускаем GPS-тест. Как быстро он найдет спутники, сейчас мы увидим. Поддерживает, к сожалению, только один тип связи. Обычная связь с спутниками Navstar. GLONASS и Beidou не поддерживает. Уже нашел 7 спутников. Все на связи. Громкость установили на максимум. И послушаем сейчас качество звучания. Например, выбираем вот этот вот Rain Dance. Громкий динамик. Сочный, красивый для такого телефона нормальный звук. Тесты камеры вы сможете увидеть в окончании видеоролика. Но хочу вас заверить, что камера снимает хорошо. Вот сейчас вот при обычном освещении с автофокусом мы настроили на наши часы. Делаем снимок. Ждем, когда он загрузится. Открыть с помощью галереи. Разрешить. И вот, посмотрите, картинка. Очень сочная, красиво показывает. Ну, достаточно хорошо. Это еще один циферблат на Amazfit Bip. Вот-вот назреет выход, обзор. Точнее, опыт использования спустя почти год. Я с радостью поделюсь и скажу, хочу ли я их заменить или нет. Скоро будет обзор для любителей техники Amazfit от Xiaomi. Камера имеет стандартные настройки. Есть режим панорамы. Есть режим улучшения лица. Есть вспышка. Вот так вот работает передняя камера. Привет. Сейчас мы попробуем сделать со вспышкой. Итак, улыбаемся. Вспышка сработала. И смотрим картинку. Картинка отлично показывает. Ну, передает живые естественные цвета. Точно так же и в видеофайлы. Снимает с разрешением Full HD. Мне нравится. Запускаем игру Asphalt Extreme. И проведем несколько заездов. На минимальных настройках игра работает великолепно. Погонять в игры, в любые поиграть. Да и с графикой он будет справляться отлично. Сенсорные кнопки в игре вызываются с помощью свайпа справа налево. И кнопки появились. Вернуться на рабочий стол. Телефон есть в нескольких цветах. И достаточно ярких. Благодаря которым вы сможете выбрать себе любимый цвет. Даже через силиконовый чехол будет уже красиво смотреться. А именно, это золотой, как в нашем случае. Классический черный. Приятный голубой. Розовый. Ну и вот такой вот пурпурный цвет. Вот такие вот цвета имеются в наличии. Ссылки на данного продавца, у которого я покупал. Можете найти в описании. Если вдруг у вас цена поднялась на момент просмотра. То поищите где-то по названию. Написав Oketel C8. И вам выдаст несколько вариантов с более низкой ценой. Как я и обещал, говорю вам тесты аккумулятора. Производитель заявил, что здесь 3000 мА батарея. Но как всегда в таких недорогих бюджетных телефонов. Есть некий недочет. Да что там говорить бюджетных. Есть и в достаточно дорогих моделях. А все равно там проблемы с аккумулятором. Аккумулятор здесь по тестам USB. Первый вот тест с полного разряда до заряда. Выдал 2816. Как вы видите сейчас на дисплее. Телефон заряжался ровно 4 часа. Во время заряда больше 1 А не поднималось. Я был рад поделиться с вами. Отправляется данный телефон нашим друзьям в город Херсон. Ну а если вы хотите помощи. Хотите чтобы я помог вам с заказом. Обращайтесь. Всегда буду рад. Или рекомендуйте нас друзьям. Ну и конечно поставьте лайк за труды. Ну а сейчас тесты фото и видео. А я с вами прощаюсь. Привет от Валюши. И всем кто нас лично знает. Большой привет. Пока. Как вы понимаете. Это не просто так черные рамки по бокам. Потому что разрешение. К сожалению на переднюю камеру. Для видео 640 на 480. Соответственно вы и звук такой же слышите. Здесь рядом моя помощница. Дорогая подружка мне. Моя жена Валюша. Да и я. Сейчас переключу на заднюю камеру. И покажу как она снимает. Передняя камера снимает без автофокуса. Ну что ожидать от телефона. Который стоит от 60 до 66 долларов. В зависимости от магазина. А я вот хочу сказать. Что бывает парадокс. Когда покупаешь недорогой телефон. Но качество даже очень даже поражает. Я думаю у зрителей как раз такого и ищут. Телефона. Итак. Задняя камера. Вот у нас съемка задней камеры. Обратите внимание. Что плавность присутствует. Несмотря на то. Что я не включал стабилизацию. Все равно она есть. Вот так. Попадая в кадр. Живой. Дорогой мне человечек. На нем фокусируется съемка. Есть автофокус. Сейчас я дотронулся к экрану. И по бокам потемнело. То есть если остановиться. Не остановишь? Да. Можешь остановиться. Если я вот на заднем фоне фокусируюсь. То на нем лучше. А это на переднем. На переднем объекте. На валюше. Ну. Неплохо. Снимает камера. Разрешение. Написано там в настройках. Хорошее. Если настроить автофокус. То вот так фокусируется. Своего автофокуса. Как вы видите. Нет. То есть как прикоснулись. Так и держится. Режим бесконечность. Включаем. Вот вам и съемка. Спасибо за то, что были на нашем канале. С вами был Сергей. И Валя. Пока. Пока.